Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана в студии Султану Гайбеков и о главных событиях дня прямо сейчас. Резонансное ДТП произошло в набережных Челнах. Иномарка столкнулась с каретой скорой помощи. Врачи спешили на вызов и не доехали. Им самим понадобилась помощь нескольких бригад медиков. Доставать врачей из машины помогали неравнодушные водители. Благодаря этому все участники аварии живы и оперативно были доставлены в БСМП. И как стало известно, у водителя иномарки не было прав и не был оформлен полис ОСАГО. Эти кадры с видеорегистратора автомобиля. Он следовал как раз за скорой. Вот карета обгоняет автомобиль справа и выезжает на перекресток проспекта Сюмбике и Вахитова на красный сигнал светофора. Здесь и происходит столкновение. Справа в скорую врезается Ауди. Удар был настолько мощным, что карета опрокидывается на бок. В это время врачи скорой спешили на вызов. Пациента в салоне не было. В результате ДТП пострадали 4 человека. Два фельдшера и оба водителя. Владельцу иномарки повезло. После осмотра врачей его отпустили домой. Чтобы достать пострадавших медиков, карету пришлось сначала поставить на колеса. В этом нескольким бригадам врачей помогали десятки водителей, которые не проехали мимо аварии. Пострадавших привезли в БСМП. В фельдшере водитель находится в троматологическом отделении. Их состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. Состояние второго фельдшера тяжелое. Он продолжает получать лечение в отделении реанимации. По словам очевидцев, у скорой были включены проблесковые маячки, но звукового сигнала не было. Эту информацию подтвердили в ГИБДД. Там же нам сообщили, водитель иномарки был трест, но ехал без прав и по леса ОСАГО. За это его привлекут к административной ответственности. На водителя легкового автомобиля составлен административный материал по части 1 ст. 12.7 и по части 2 ст. 12.37 Кодекса РФ об административном правонарушении. Автомобиль помещен на специальную стоянку. В следственном комитете возбудили уголовное дело. Следственным органом Следственного комитета РФ Республики Тарстан возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кто виноват в ДТП, пока неизвестно. В скором времени это установят следком республики. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы. За административное нарушение владельцы Ауди отстранят от вождения и назначат штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Алена Струминская, Лилия Гатина, Артем Кольдесов, ТНВ, Найбрежные Челны. Генеральное консульство Турции в Казани открыло пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясения. Принимают палатки, обогреватели, одеяло, спальные мешки, зимнюю одежду. Пункт открыт с 9 утра до 6 вечера до конца недели. Кроме того, с завтрашнего дня и до 10 февраля в консульстве будет открыта книга соболезнований, где каждый желающий сможет оставить слова сочувствия. Напомним, до 12 февраля в Турции объявлен траур. В результате нескольких сильных толчков погибли 3703 человека. Свыше 22 тысяч раненых. Цифры продолжают расти. Завтрашнего дня до вечера пятницы в консульстве будет работать книга соболезнований. Можно прийти, выразить слова сочувствия. Также для пострадавших был начат сбор гуманитарной помощи. Это будет происходить здесь, в генконсульстве. С 9 утра до 6 вечера, включая субботы и воскресенье, можно принести необходимые вещи. Громким скандалом обернулось увольнение директора единственной школы в деревне Малая Шельна Тукаевского района. Вслед за руководителем учебные заведения покинули 16 педагогов. Родители со своей стороны отстаивают директора и коллектив. В школе обучаются 500 детей, которые останутся без учителей в середине учебного года. Успокойте общественность, попыталась администрация Тукаевского района. Сам глава не приехал, хотя шельнинцы считают, директор школы уволился из-за конфликта именно с ним. Доводы сторон выслушала Светлана Звонарева. Нам не о чем разговаривать, вы же не решаете вопросы. Прошлите все. Прошлите все. Прошлите все. Прошлите на встречу после разговаривания. Не дождавшись главы Тукаевского района, часть родителей предпочла покинуть собрание. Те, кто не ушел, настаивали в должности директора и весь педагогический состав малошельнинской школы восстановить. Официально заявляю Рузалину Свечу, никто не давал команду и не советовал писать заявление. Пиши заявление, увольняйся, ему никто не сказал. Если Рузалину Свечу уволятся, что нежелательно ни для нас, ни для детей, значит на его место будет назначен другой директор. В беседе с нами родители учеников рассказали о директоре, который создал профессиональный коллектив. Директор у нас очень хороший, учителя очень хорошие. Но если они уволятся, я не знаю, как дети будут учиться. Я его знаю как педагога, как человека. То есть очень хорошо. То есть, если кто-то не прав, он ему говорит в лицо, ты не прав. Если ребенок прав, он всегда защищал ребенка. Вслед за директором заявление об уходе написали 16 сотрудников, в том числе работники столовой. Мы этого человека уважаем, во всем его поддерживали. С его стороны, в нашу сторону было тоже только уважение и понимание. Если директор останется, то вы тоже? Ну да, я люблю свою работу. Мне нравится работать. Мне нравится работать с детьми. И поэтому, если директор останется, я останусь на своей работе. Сам директор школы причину поступка не озвучивает. Это тоже вызывает вопросы. Родители уверяют, заявление было написано якобы после конфликта с главой района. Я педагог четвертого поколения. У меня у матери стажа 35 лет. Я все это прекрасно понимаю. У меня супруга учительница. Я все прекрасно понимаю. Я за ваши детей, я сами видели, что только не делал. Я все делал ради детей, чтобы у них все было. Окончательная точка в этом деле так и не поставлена. Родители учеников надеются, глава Тукаевского района все же найдет время для личной встречи с ними. И компромисс будет найден. Светлана Занарева, Эльмир Гайнудинова, Сергей Вильданов, ТНВ, Тукаевский район. Сохранение Волги, контроль за работой в сфере недропользования и утилизации отходов, а также снижение негативного эффекта на окружающую среду. Важнейшие задачи перед Росприроднадзором обозначили Рустам Мениханов и глава федерального ведомства Светлана Родионова на расширенном заседании. По словам Раиса Республики, экология по-прежнему в центре внимания. О проблемах и решениях Рамиль Галиулин. Я не скажу, что я исчерпывающе довольна результатами работы территориального органа. В 2022-м сотрудники Росприроднадзора выявляли нарушения и на земле, и на воде, и в воздухе. Итог – больше 6 миллиардов рублей штрафов и больше 100 предприятий-нарушителей. С точных вводов МОК Пестричинской коммунальной сети, которые построены в рамках федерального проекта оздоровления Волги, выявлено перешение загрязняющих веществ десятки раз. Предварительная сумма вреда более 50 миллионов рублей. По материалам управления возбуждены уголовные дела по статье 250 Уголовного кодекса Российской Федерации. Итоги года обсуждают на расширенном заседании. Коллегию Росприроднадзора проводит лично глава федерального ведомства Светлана Родионова. И сразу вопросы. По итогам 2022-го уменьшились до начисления за негативное воздействие на природу. Выявлены больше 70 компаний, снизивших класс опасности отходов. Таким образом уменьшают отчисления. Это такая народная забава. Давай-ка я обману контролера. Ну, в большинстве своем. Когда эта цифра становится больше, чем 10% в погоду, становится понятно, что это муклёж. Ну, ничего другого представить себе не могу. Я не могу себе представить, что все одномоментно ошиблись, что все одномоментно прозрели. Ну, просто нашли лазейку. Будем с этим разбираться. В республике остро стоят проблемы обеспечения качественной питьевой водой, утилизации промышленных отходов и рекульсивации свалок. По словам Рустама Миниханова, за последние 8 лет удалось ликвидировать 6 таких объектов. Но работы еще много. Всего по итогам инвентаризации в республике выявлено 21 объект негативного воздействия, 4 прошлые обследования и оценку Росприроднадзора в прошлом году. Ряд объектов запланированы к оценке в этом году. Уважаемая Светлана Геннадьевна, обращаюсь к вам с поддержкой наших инициатив включения этих мероприятий в федеральный проект генерального уборка нацпроекта «Экология». Отметили и необходимость ужесточения требований к мусорному бизнесу. Зачастую предприятия, которые самостоятельно утилизируют свои отходы, фальсифицируют данные, чтобы не платить мусорный сбор. По стране 74% таких компаний фейковые. Проверить их невозможно, потому что нет там угрозы жизни и здоровью, а прокуратура нам отказывает в возможности привлекать их к административной ответственности за неподдачу отчета. Страна теряет миллиарды рублей. Среди основных задач на этот год – сохранение Волги, контроль за работой недропользования и утилизации отходов, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Рустам Мениханов отдельно встретился с руководителем Росприроднадзора Светланой Родионовой. Они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе и в области охраны окружающей среды и природопользования. Затронули реализуемый в рамках федерального программы «Оздоровление Волги», проект рекультивации иловых полей и другие темы. В список подрядчиков республиканской программы «Наш двор» за три года с 53 компаний сократился до 19. Остались самые надежные. А в некоторых дворах ненадежными оказались сами жители. Уносят новые урны, разбивают скамейки, разрисовывают стены. Сегодня в Доме правительства рассказали о первых итогах программы и планах на этот год. Несколько районов в республике уже завершили ремонт дворов. А в Казани уже четвертый год подряд не могут приступить к благоустройству одного. Почему, расскажет Вероника Гвинудинова. Мы своими силами пытались ежегодно что-то закупать, что-то менять, что-то подкрасить. Дом на космонавтов 55 построен еще 27 лет назад. Двор требовал благоустройства. Раньше территорию жители облагораживали своими силами, а в прошлом году она попала в республиканскую программу «Наш двор». Теперь здесь удобные внутридомовые проезды, тротуар и большая детская площадка. Основную массу жителей пытаемся привлекать и уже доводить до каждого жителя наше решение общего собрания. Естественно, многие и письменно, и устно вносят свои коррективы. В этом году в Татарстане обустроят еще 960 придомовых территорий. На это направят 9 миллиардов рублей. Это будет уже четвертый год реализации масштабной программы. За три года реализации сделано очень много. Были благоустроены 3379 придомовых территорий на общую сумму 25 миллиардов рублей. В 11 районах республики программу уже полностью завершили. В Тукаевском благоустроили больше половины запланированного. В этом году работу проведут в 21 дворе. Район отличается тем, что здесь одни села. Раньше были только подъездные пути к ним, без тротуаров, оборудованных парковок у домов и детских площадок. На первых этапах не всем жителям понравилось данное нововведение. Во дворах многие хаотично, без какой-либо планировки разместили гаражи, хозяйственные постройки и бани. На придомовой территории разбили мини и огороды. Их удобство им было важнее благоустроенного двора. И такие проблемы есть не только в селах. Четвертый год подряд к строительным работам не могут приступить в одном из казанских дворов. Это двор по улице Тунакова 49. Он уже давно мог быть благоустроен. Вместо старых турников появилась бы полноценная детская площадка. Новые скамейки, урны, парковочные места. Но ничего этого нет. Здесь уже 4 года. Причина – жители не могут сойтись во мнении. Поэтому пока дети играют и катаются вот на таких самодельных горках, жители соседних домов говорят – очень ждут благоустройства. Конечно, нужно. Тут же ничего нет. Наши дети были маленькие. Тут все было. И очень полный двор детей был. Теперь играть не уйдет. Об истории этого двора рассказали сегодня в Доме правительства. Одни хотят территорию без тротуаров, вторые говорят – мы хотим тротуары, сделайте нам нормальный двор, как у всех. И вот эти две противоборствующие стороны иногда не могут договориться. Работы продолжатся в 34 районах республики. За время программы планируют благоустроить больше 7 тысяч придомовых территорий. За три года реализации к этому списку добавилось еще около 300 дворов. Вероника Гайнудинова, Лисанн Саитова, ТНВ, Казань. Разорительные платежки. Январская квартплата шокирует татарстанцев. Счет фактуры изучили журналисты, интернет, газеты «Реальное время». Сегодня день государственного герба Татарстана. Он был учрежден 31 год назад, 7 февраля 1992 года. Сегодня жители республики в соцсетях поздравил Рустам Мениханов и выложил свидетельство Геральдического совета. Наш снежный барс уже давно является одним из главных символов Татарстана. Написал он под фотографией и получил десятки поздравлений в ответ. Эта дата объединяет нас в искреннем уважении к многовековой истории Татарстана. Общем стремлении сохранить и приумножить современные достижения республики. Говорится в обращении Фарида Мухаммедшина. Спустя более чем 30 лет, отмечает председатель госсовета, герб республики стал узнаваем далеко за ее пределами. И герб, и флаг, и гимн, отмечает он, стали неотъемлемой частью общественного сознания. Образ герба принадлежит творческому тандему Назыма Ханзафарова и Рима Фахрудинова. Крылатый барс со щитом расположен на фоне красного солнечного диска. Он оберегает народ и воплощает успех. Приятная новость пришла из Москвы. Молодой ученый из Казани Ирик Мухаммаддинов получит премию президента России в области науки и инноваций в размере 5 миллионов. Указ об этом подписал Владимир Путин. 33-летний кандидат технических наук КФУ придумал способ легкой добычи тяжелой нефти. Разработал катализаторы акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Свои теоретические и лабораторные исследования Ирик Мухаммаддинов начал 9 лет назад на базе университета. В 2019-м его технология нашла уже практическое применение в крупных нефтедобывающих компаниях. Таких как Татнефть, Зарубежнефть и Лукойл. Сейчас молодой ученый работает над масштабированием своей технологии. В социальных сетях лауреата премии поздравил и раиста Татарстана Рустам Мениханов. Совсем не ожидал, конечно, то, что моя заявка упадет в число выигрышных. То есть меня, конечно же, переполняют эмоции. Дальнейший план, конечно же, развитие наших технологий. Сейчас уже произошло 5 опытных промысловых испытаний мы уже провели. Вот. То есть мне это нравится. То есть я больше хочу, конечно, заниматься внедрением. Ну, естественно, не оставляя науку. Сегодня Рустам Мениханов встретился с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым. Вместе они посетили компрессор «Маш». Ознакомились с работой механо-сборочных цехов и других производств. Здесь им представили планы по дальнейшему развитию предприятия, в том числе по строительству новых цехов сборки и испытаний компрессорных установок. Позже на совещании Раиса Татарстана и заместитель председателя правления «Газпрома» обсудили реализацию совместных проектов. Наши совместные работы пригласили с соответствием к Владимиру. Развитие направлений комплекса как «Газпрома», как и соответственно, даже возможности всех расправить. И мы расскажем вам за это огромное спасибо. Все эти установки, которые сегодня отлучены, возьмем наш партнер, будем помогать и развлекать. Хорошая работа, доверяем, что республика всегда туда и есть. Одинский партнер «Газпрома», где любая поддержка, а там, если какие-то вопросы, мы вместе все эти вопросы решаем. В честь векового юбилея спортивного общества «Динамо» в июне в Казани проведут всероссийские «Динамовские игры». Об итогах и планах на этот год сегодня рассказали в физкультурно-спортивном обществе. Заседание провел председатель Асгад Сафаров. Он возглавляет совет «Динамо» с 1998 года. 2022-й был богат на победы. Одно из значимых соревнований – летняя спартакиада. «Динамовцы» показали самые высокие результаты. Сегодня общество – это 11 видов спорта – от стрельбы и тэквондо до лыжных гонок и хоккея на траве. В 26 командах занимаются 25 тысяч спортсменов. Асгад Сафаров сегодня наградил лучшие коллективы и отметил – главная задача на этот год – сохранить первенство. Вклад всего «Динамовского общества», «Динамо Тарстана» достаточно весом, потому что наше общество с гордостью может говорить не только о своих прошлых заслугах, но и сегодня мы говорим о том, что Республика Тарстан – самосово, безусловно, мы – лучшее спортивное общество. А в Российской Федерации нас тоже чтут, уважают. Казань стала одним из самых холодных городов-миллионников в России в феврале. Средняя температура у нас – минус 8 градусов. Самый морозный в феврале оказался в Красноярске – минус 14. Самый теплый в Краснодаре – плюс 3 градуса. Таковы данные аналитиков «Яндекс.Погоды». Они изучили метеоданные за 10 лет. Любопытно, в Казани в феврале бывает всего 2-3 солнечных дня. По этому значению Казань – один из пасмурных городов страны. Это были все новости к этому часу. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Диана Асгар. Передаю ей слово. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Ладо» с рекордной выгодой 20%. Если «Ладо», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230-30-30. Народ, я, короче, тут типа в 93-м. Не терчусь здесь делать, дед! С рождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах. С 9 февраля. Здравствуйте! Нас ожидает морозная ночь, а после повышения температуры. Подробности совсем скоро. Изготовление любой корпусной мебели от «Данил Мастер» в феврале со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнаете подробности по телефону в Казани. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в предстоящие сутки. В Бугулеме-Бавлах-Ознакаево ожидаются осадки в виде снега. Температура ночью опустится до минус 16. При прияснениях до минус 19. Днем ожидается около 10 мороза. Холодно в ночное время будет в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ожидается около 20 мороза. Днем столбики термометров приблизятся к 9 градусов со знаком минус. Небольшой снег в огрызе Менделеевске-Октаныши. В ночные часы похолодает до 20 мороза. Днем ожидается около 9 градусов и вечером заметно похолодает. В Арске-Кукмаре-Балтаси ожидается облачная погода. Местами с небольшим снегом. Ночью 20 градусов ниже нуля. Днем около 7 градусов мороза. В Болгаре-Дрожаном-Буинске временами небольшой снег. Ночью подморозит до минус 18. Днем около 7 градусов ниже нуля. В Альметьевске-Чистополе-Мамадыши нас также ожидает снежная погода. Ночью предстоит холодная до минус 20, а днем около 8 градусов со знаком минус. В четверг осадки прекратятся. Прогнозируется небольшой мороз. В Казани в предстоящие сутки ожидается облачная погода. Местами небольшой снег. Ночью температура понизится до 18 мороза. Днем ожидается около 8 градусов со знаком минус. Ветер восточного направления, атмосферное давление 772 мм ртутного столба. Влажность воздуха 87%. На дорогах скользко. Будьте внимательны. Перемены в погоде и повышенное атмосферное давление могут стать причиной недомогания у метеозависимых людей. Берегите свое здоровье. С вами была Диана Асгар. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова